Добрый день всем любителям дартс! Ну что, вот и настал тот самый день x, час когда придется расставить все точки над и. Ну и самая интрига этого турнира, а именно турнир тройка сезон 2022 года заключается в том, что выяснять между собой отношения в финале и зарабатывать главный приз для победителя это 3000 рублей будут недавние напарники по финалу чемпионата Свердловской области в парах и выигравшие при этом этот турнир. Алексей Кощеев будет играть против Александра Озерова. Вот такая вот у нас лихо закрученная голливудская история. Еще вчера, друзья, сегодня уже соперники, конкуренты вынуждены будут играть друг против друга. Турнир тройка венчается у нас последним финальным поединком, где каждый лэг будет состоять, собственно, из трех разных упражнений. Именно поэтому такое название этого турнира. Первый лэг это будет большой раунд с первого по десятый сектор. Второй лэг это будет сектор 19. Ну и третий набор очков. Сразу стоит сказать, что шансов, конечно, судя по тому, как зарабатывали рейтинговые очки по ходу этих отборов у Алексея Кощеева гораздо меньше, нежели его оппонента в желтой футболке. Но во втором лэге, который, естественно, состоится между двумя этими игроками, а именно сектор 19, будет, так сказать, час, момент истины, когда Алексей сможет оказать действительно по-настоящему серьезное сопротивление. Ведь именно через сектор 19, его самый любимый сектор на мишени, Алексей сможет действительно нанести серьезное сокрушительное поражение своему сопернику. После двух подходов у Александра уже 10, у Алексея было 0. Но все-таки подход в запасе есть и все равно отставание. Пока что в 4 очка успевал Александр какие-то совершать танцевальные движения. Не пойдут ли они ему боком? Как мы видим, всего лишь один дротик был отправлен в цель третьего сектора и продолжает на заднем фоне вытанцовать что-то в озеро. Тем временем Алексей атакует сектор 3. Два попадания, в отличие от своего соперника, он нам показывает. Но все равно по-прежнему отставание. Четвертый сектор. Ой-ой-ой, сейчас прямо какие-то совершенно нелады. Уже два подхода и Озеров не может поразить стабильно хоть один из секторов. Чудеса какие-то показывает, но тем не менее давайте все-таки не будем заблуждаться. Уже не раз показывал Александр, что умеет он собираться, если захочет, в решающие моменты матчей. Особенно когда дело переходит уже в Десайдер. Но будет ли он сегодня или нет? Будем с вами наблюдать. Внезапно какая-то озеро возникло. Только что было преимущество и сразу же отставание на одну очко. Вот смотрите, как сразу сфокусировался. И три дротика отправляются в сектор 5. Собственно, куда и нужно было. Правда, пока что без утроений. Но тем не менее, Алексей Кащеев вот этим похвастаться результатом не может. Видимо сбился у него прицел. Продолжаем. Девственно чистый сектор 6 перестает быть таковым после вероломного вторжения в Альфрама от Озерова. Всего лишь два попадания. Вновь расслабился Александр. Хотя может, видимо, себе позволить. Тем более, что Алексей не шибко-то давит своим средним набором. 50 на 40 после 6 сектора. Весьма маловато, конечно, будет. Ребята регулярно на тренировках НДЛ сдают тесты. Так что и учитывая хорошие результаты. Даже если вы кидаете это упражнение, можете себе пометить, что если вы набираете около 200 очков, то это весьма приличный результат. Но ребятам до этого результата еще пилить и пилить, что называется. Сектор 7 на мишени. Только что закончился. И отставание становится поистине угрожающим для Кащеева, который может оказаться результатом первого лего. Матч, как я уже сказал, у нас будет длиться до трех побед. И вот Рав продолжает усиливать натиск. Еще одно попадание в сектор 8. Для Алексея сейчас какие-то проблемы, видимо, сфокусироваться. Старается смещаться вдоль мишени. Своечка хочет забить. Но явно не рассчитал дистанцию, ведь сместился вдоль. И сразу же расстояние полета Дротика увеличилось. Наверняка нужно было чуть-чуть выше прицеливаться. У Озерова же проблем с девяткой вообще не возникает. Уже третий сектор подряд цепляет унутроение. Филигранную сейчас меткость демонстрирует нам Александр. Двукратный перевес после девятого сектора. Я не знаю, что должно произойти, чтобы... Если сейчас даже Алексей в десятом секторе выбьет все девять попаданий, это будет 172 раз. Еще одно попадание нужно для железобетонного и гарантированной победы. Уже все сделал себе Александр. И третий Дротик отправляется мимо цели уже. Дело сделано сейчас. Чистая формальность для Алексея. Или, возможно, я что-то неправильно посчитал. Вот сейчас нужно было действительно девять попаданий. Или семь нужно было попаданий, вернее, чтобы сравнять счет. Но второй Дротик все-таки мимо цели. И закономерная победа Уозерова в первом лэге. Вот сейчас настает тот самый момент, когда Алексея стоит действительно сфокусироваться. И, так сказать, на своей территории, на девятнадцатом секторе нанести решающий контрудар. Но там уже мишень рассудит, кто действительно сильнее в нервах. Александр сегодня у нас играет в желтой футболке. Желтая майка лидера. Причем с наклейкой, как мы видим, от Евразийской Дарс Корпорации. В протурах которой в прошлом году Александр принимал участие не один раз. Тем самым, действительно, как можно сильнее прокачав свою психологическую установку на игру. Но поможет ли она ему в сегодняшнем матче? Продолжаем с вами наблюдать. И пока что у него складывается все весьма неплохо. Четыре попадания после первого подхода. И Алексей находится в некотором трансе, мне кажется. Может быть, просто виду не подает. Но, тем не менее, фокус его внимания прикован. Сейчас к утроению девятнадцати. И один снаряд летит прямо-таки в ту цель, куда и хотел Алексей. Пять попаданий. Чем недоволен Александр во время матча разговаривает со своим соперником. По большому-то еще кто-то не приветствуется, но... Что есть, то есть. Но вот все-таки есть отставание после двух подходов уже у Озерова. Я говорю, будет непростой задачей одолеть Алексея именно в этом упражнении. В его коронном секторе вновь не составило большого труда удержать все три дротика в нужной области на мишени. Озерова в симметричном ответе. Смотри, как аккуратненько просто тютелька в тютельку кладет все три дротика Александр. Нужно-то было, правда, чуть-чуть на пару миллиметров выше. Вот именно таким вот образом, как действует Алексей. И нужно было играть Александру. Неплохо было первым дротиком попадания, но оставшиеся летят мимо цели. На соседних мишенях у нас осталось разыграть один матч. И там играют Озеров Старший против Щекалева Старшего. Вот так вот пара кланов у нас, даже тройка кланов, оккупировали на Уральскую Дартс Лигу. А тем временем в финале все-таки Озеров-младший сравнивает счет. 266 на 266. Какие красивые циферки. Нарисовали нам эти джентльмены. Ой-ой-ой, вот сейчас прям совсем неудачный подход демонстрирует нам Кащеев. О-хо-хо! Неужели это провал матча? Вернее, провал Лего. А кто его знает? Может действительно и матча? У Озерова таких проблем нету. Вновь уверена, все три Дротика в одну точку кладет Александр. Сейчас Филиграну просто технику нам продемонстрировал. Кащеев сверху, снизу обстрелял. Все, что только возможно. 342. Еще 4 подхода в запасе есть. А вот это сейчас действительно настоящее подспорье для Кащеева. Чуть-чуть ему повезло. В отличие от своего соперника, Александр явно не рассчитывал на такое досадное недоразумение. Ленец вам, в отличие от Алексея, смещаться вдоль рубежа, чтобы действительно максимально увеличить шансы на попадание в сектор. Снова попадает Кащеев в утроение. Но действительно вот, когда сектор твой, пытаешься брать с него максимум. Перевес довольно-таки внушительный. Ух ты! 7 попаданий. Озеров компенсировал предыдущую потерю. Причем трехкратным перевесом. Ха-ха-ха-ха. Только что отставал. И тут же резко вырывается вперед. Вот это натиск. Алексей все-таки надо отдать ему должное. Держит удар. В футболке Russian Team. Сокращает отставание. Но все-таки у Александра будет еще один подход в запасе. Поскольку играет не на своем начале. Теперь катастрофическое положение становится уже у Алексея. Зрителей у нас чуть-чуть прибавилось. Ха-ха-ха. Ровно на один или на два даже. Несмотря на то, что это финал, все-таки время позднее. День рабочий. Большинство игроков, которые уже сыграли, поспешили отправиться домой отдыхать. Тем временем Мозера еще раз пять попаданий. Просто фантастический настрой у Александра на финальный батл. Почти за сотню очков. Алексею нужно действительно придумать что-то крайне невероятное. А именно девять попаданий. Ну, по ходу этого сезона в одном из отборов он, кстати, демонстрировал в решающем лэге, когда играл с Артемом Куракиным. Когда это потребовалось, именно такое мастерство он нам и продемонстрировал. Позерав. Два. Вот сейчас, наверное, максимум будет. Ух ты. В последнем подходе вгоняет 133. Перевес просто жуткий. 779 на 19 секторе. Фантастика какая-то. Счет уже 2-0. Все достаточно благополучно, пока складывается по ходу поединка. Даже не на своем любимом секторе удается Александру одержать сверхуверенную победу. И теперь каждый лэг может стать последним. Отделяет всего лишь один победный лэг в игру. Набор очков Александра Озерова от еще одного титула в турнире тройка и дополнительного триумфального выступления в лиге НДЛ. Алексей. Такое ощущение, что продолжает играть в сектор 19. Но вот там, где он летит, все-таки решает играть именно через этот сектор. А вот Александр сразу же уходит в двадцатку. И, видимо, правильно делая все-таки. Удается ему зацепить одно из утроений. 127 на 95. Первым начинал Озеров. У Кащеева видна вся картина, как ему нужно действовать. С одной стороны это хорошо, с другой бывает и не очень. Если сопернику удается все-таки, начавшему первым этот матч, вырваться вперед, то это может оказать обратный совершенно психологический эффект, что вы в роли постоянно догоняющего. Ну, у каждого игрока соответствующая реакция выглядит по-разному. Алексей не справляется, нифига себе. Последним чудом просто дротиком отскакивает. И по-прежнему небольшого лидерства все-таки пытается удержать Алексей. И 45 от Озерова. Интрига у нас все лихо начинает закручиваться. Вновь утроение. Все-таки насколько уверенно чувствует себя Алексей в девятнадцатом секторе. Пытается сместиться вдоль рубежа. Наверняка правильно делает. Но все-таки отправляется просто в сектор. Тем не менее, преимущество потихонечку начинает расти. Нужна нам интрига в этом матче. Хватит Озерову сухарей вешать. Отвешивать своим оппонентам. Немало он уже наколотил. И по ходу этого сезона в отборах. И по ходу финального тура. Тоже в первых двух матчах. Отправил в освоясь и отдыхать некоторых игроков. Если уж есть на кого надежда, то только на его напарника по команде. Алексей действительно представляет собой грозную силу для Озерова Александра. Но получится ли сделать это именно в сегодняшнем матче? Большой вопрос. Пока что все складывается крайне печально, судя по счету на табло. Ну вот у нас на соседней мишени закончился поединок за третье место. И сегодня бронзовым призером станет Щеколев Эдуард. Наши ребята продолжают сражаться. И по-прежнему Кащеев терроризирует девятнадцатчик. Ну и как видим не безуспешно. Делает он замечания судьи у нас. У судьи все-таки есть еще. Вернее, наоборот, нет еще достаточного опыта именно финальных поединков. Вполне себе справедливое дело от Алексей. Замечания, потому что, когда во время подхода, совершаемого игроком, судья начинает мотать головой, подглядывать, куда попал тот или иной дротик, это совершенно недопустимо, потому что точно отвлекает игроков от того, что куда нужно бросать один из дротиков. Александр цепляет такие утроения. Девяносто девять. Неплохой урожай после очередного подхода. И все ближе и ближе к финишу. К финишной прямой третьего лего. Совершили уже у нас пять подходов. Ой, даже шесть уже подходов игроки. И потихонечку Озеров перехватывает инициативу. Время позднее, друзья, извините, что начинаю заговариваться. Ох, хотел, конечно, сотню сейчас набрать по соточке Александр, но третий дротик предательский, ускользает в пятерку. Но тут он все равно 38 очков в запасе есть. Вернее, были. Именно сейчас ровно столько набирает Алексей, поскольку подход у него в запасе. Перевес в три очка. Что придумает Александр? Самое время наносить решающий удар. Когда, если не сейчас? Опаньки, вот это сейчас сюрприз был, явно неожиданный. 57, даже не 60, не 59. А ведь каждый брошенный дротик сейчас имеет колоссальное значение. И совершенно недопустимо, конечно, отправлять один из снарядов в сектор 3. Это может стать действительно катастрофой. Алексей не добирает нужное количество очков. Даже если сейчас Александр наберет все три дротика в 60, это уже будет довольно-таки проблематичным для Алексея, чтобы хоть как-то сократить дистанцию. Ну что, последний подход. Возможно, именно сейчас Александр и добудет свое очередное чемпионство. Неугасающая звезда НДЛ продолжает у нас ярко светить, обырвая всех своих конкурентов, стоящих у него на пути. Что придумает на этот раз? Какой хороший маркер поставил Александр. И тут же им воспользовался. Хорош, хорош. Сотня. Даже 95 сейчас не спасут. Алексеям нужно минимум два утроения. Тоже маркер хороший. Не смещается Алексей. И возможно зря. Теперь уже точно победа Озерова Александра в сезоне 2022 года. Турнир «Тройка» еще пополняет свое портфолио очередным триумфом. Звезда НДЛ. Счет 3-0. Нагордил своего соперника и одновременно напарника в парных турнирах Алексея Кащеева с Сухарем. Ну и настал традиционный момент вручения призов. Дмитрий Горбунов у нас, как и обещано, вручает денежные призы за бронзовое место. Третье. Тысячу рублей у нас получает Эдуард Щекалев. Заслуженная награда. Великолепное выступление по ходу этого сезона. Ошибся я. Полторы тысячи, друзья. Конечно же, меня тут поправляют. За второе место Алексей Кащеев. Две тысячи. Вот так вот у нас все, в принципе, логично. За второе две. А за первое одно? Нет, конечно же, три тысячи рублей. Все согласно положению. Все согласно регламенту. Вот она, замечательнейшая тройка призеров и чемпиона. Поздравляем еще раз Александра Озерова с заслуженным титулом. До встречи в следующих видео, друзья. На сегодня все. Адьос, амигос. Субтитры сделал DimaTorzok